Новости Громкое заявление Ильхама Алиева на съезде партии Ени Азербайджан, где его выдвинули кандидатом в президенты, вызвало в регионе эффект разорвавшейся бомбы. Негативная реакция была вполне ожидаема, и аналитикам следует выяснить, почему Алиев решился на такой шаг. Реакция была такой, что вчера представитель МИД Азербайджана вынужден был заявить, что Алиев говорил не о возвращении Еревана из Ангизура, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Что изменилось в регионе за эти несколько дней, и почему Алиев вдруг решил разъяснить свое заявление об исторических землях Азербайджана, Ереване и Зангизуре. Связано ли заявление Алиева с активизацией политики США в регионе, и явным отступлением России и Турции? Напомним, что США нанесли в Сирии сокрушительные удары по России, от которого Москва не может никак оправиться. Путин после этого исчез с экранов, и отменил все публичные мероприятия. Выяснилось, что российские наемники пытались отхватить у кордов нефтяные месторождения. Пишут также, что Россия подписала с осадом соглашение, в соответствии с которым 25% месторождений, которые удастся захватить, будут принадлежать русским. Иначе это называется мародерством. Кроме того, госсекретарь США Тилерсон совершил турне по региону, и побывал в том числе в Турции. На следующий после его визита день появилась информация, что Турция применила в Африне химическое оружие. Напомним, что за два часа дня до этого президент Франции Макрон заявил, что если будут доказательства применения в Сирии химического оружия, то Франция может нанести сокрушительный удар. Параллельно Эрдоган отпускает на свободу германского журналиста курдского происхождения, и отчаянно пытается наладить отношения с Германией. Можно ли полагать, что США и Европа ломают столетнюю схему, выстроенную Турцией и Россией? И каким будет положение Азербайджана, если российско-турецкая схема исчезнет? Азербайджан предпринимает отчаянные попытки удержаться на плаву. Алиеву прекрасно известно, на каком жутком российско-турецком жиле построен фундамент его республики. Мировое сообщество весь прошлый год доказывало Азербайджану, что не признает его территориальную целостность. И Алиев понимает, что если Турция и Россия потерпят поражение, то правовые основы создания Азербайджана, и его территориальной целостности просто исчезнут. А вместе с ними, и власть Алиева. Вот почему Алиев зашевелился. Первой ласточкой новой политики Алиева стало агрессивное заявление о Ереване и Зангизуре. Потом депутат, Расим Мусабеков обнародовал предложение Азербайджана по карабахскому регулированию, где говорится о согласии обсудить, сетсесию Карабаха. А затем МИД Азербайджана разъясняет слова Алиева о Ереване и Зангизуре, заявив, что речь шла только о возвращении азербайджанцев. Официальный Ереван не особенно реагирует на эти импульсы, и не исключается, что это правильная методика. Сегодня Серж Саркисян отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, надо полагать, там он заявит об угрозах со стороны Азербайджана и Турции. Серж Саркисян Серж Саркисян Серж Саркисян Продолжение следует...